Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами поговорим о таком редком заболевании, как болезнь Реклингаузена или нейрофиброматоз. Болезнь Реклингаузена – это, как правило, заболевание, которое передается по наследству, однако может впервые возникать у детей, когда две половинки данного заболевания у родителей, которые не страдают, смешиваются в ребенке, обнаруживается впервые данное заболевание. Как правило, оно обнаруживается в детском или юношеском возрасте, иногда в более позднем возрасте, бывает даже, как наиболее выражено, когда опухолей нейрофибромат достаточно много и когда их очень мало, так называемая абортивная форма, бывают даже формы, когда есть только пятна на коже человека. Итак, какие же элементы кожи или кожной сыпи наиболее характерны для данного заболевания? Во-первых, это пигментные пятна. Пигментные пятна часто появляются первыми признаками, а иногда долгое время остаются единственными признаками. Это кожные опухоли – это основной наиболее характерный симптом. И, наконец, опухоли нервных стволов, ну и также параллельно к кожным изменениям отмечаются различные нервные нарушения. Итак, рассмотрим вообще что-то, как каждое из кожных поражений более подробно. Итак, пятна кофе с молоком. Как бы вот такие похожи на печеночные пятна, на пятна светлые, очень светлые родинки. Как правило, они имеют округлую или овальную форму. Они могут быть разнообразной величины, от нескольких сантиметров до многих сантиметров, нескольких миллиметров даже могут быть. Считается некоторыми исследователями, что от шести таких подозрительных пятен уже можно с большой долей вероятности предполагать такое заболевание, как нейрофиброматоз. В общем-то, более того, считается, что может быть одно пятно захватывать большую часть тела и все тело иметь такую диффузную окраску по типу кофе с молоком. Это очень похоже на болезнь надпочечников, когда формируется при болезни Адисона такой же цвет всей кожи. Но в этом случае это не связано с нарушением гормонального статуса человека. Сами опухоли или нейрофибромы могут иметь совсем маленький объем от небольшой горошины до голубинного яйца. Некоторые опухоли разрастаются очень большими, до нескольких десятков сантиметров, называются они плексифорные нейрофибромы. Опухоли могут быть расположены в глубине клетчатки и поэтому они могут просто небольшими бугорками выдаваться поверхностью кожи. В таком случае кожа часто над ними окрашена слегка голубоватый цвет. Также они при ощупывании достаточно мягкие и могут вдавливаться внутрь, как наружные, так и такие подкожные опухоли, как грыжа, то есть могут вдавливаться наружу. Соответственно, часто именно кожные опухоли наружные они свисают с тонким основанием, расширение дальше идет и они свисают под вид грибов таких с тела человека непосредственно. Как правило, вот такие свисающие опухоли имеют нормальную окраску, иногда она может быть из сосудистого компонента слегка с фиолетовым оттенком. С возрастом такие опухоли могут, опять же, единичные разрастаться, они увеличивают свой объем и соответственно могут быть очень и очень большими. Количество опухолей среднее относительно невелико. Если взять среднюю участку страдающего нейрофиброматозом, это несколько десятков, обычно 10-30 опухолей, однако в ряде случаев это может и многие десятки. Соответственно, также могут прощупываться опухоли по ходу нервных стволов, они как правило подкожные, вот по ходу нервов мы можем прощупать уплотнения, которые часто выдаются над поверхностью кожи, как бы подкожные, вот такие вот опухоли. Ну и последний симптом – это психические расстройства, которые часто сопровождают нейрофиброматоз. Они выражаются, как правило, уже в детстве в отставании умственного развития. Они выражаются в развитии апатии, депрессии, что связано и с внешним видом, и с нарушениями в нервной ткани. Ну и, соответственно, дело в том, что подобные опухоли обнаружатся в мозговой ткани, так и во внутренних органах. К сожалению, надежного лечения данного заболевания нету и практикуется только удаление отдельных опухолей, которые сильно разрастаются, наиболее мешают и так далее. Хорошо то, что данное заболевание редко склонно к метастазированию, к переходу именно в онкологию такую раковую. Поэтому такие пациенты, бывает, достаточно длительное время живут и умирают от совершенно других естественных причин. При развитии любых кожных заболеваний вы можете обращаться к дерматологам нашей клиники Платоника ВД в Москве. Ждем вас. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал в Instagram. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!